МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомит наша корреспондента и я, Ольга Пырочкина, сегодня в выпуске. Без УЭК в России с этого года отменяют универсальную электронную карту. Теплее, теплее, горячо. Инициатива жильцов может повысить эффективность капремонта. Четвероногие психологи в санатории «Лесная сказка» начали лечить детей с помощью собак. Глава Чувашии Михаил Игнатьев стал гостем информационно-аналитической программы «Отражение на общественном телевидении России». Каждый день в рамках телепроекта ведущие эксперты и руководители регионов общаются со зрителями в режиме реального времени. Прямой эфир за полчаса, более 20 вопросов. Редакционный телефон не замолкал ни на секунду. Жительница Чебоксар поинтересовалась, насколько скоро в микрорайоне новый город построит больницу. Мы в шаговой доступности медицинскую помощь оказывали и будем оказывать. Мы строим ФАПы, мы строим в городских округах, в новых микрорайонах, где идет комплексная застройка территорий. Выкупаем имущественный комплекс, оснащаем медицинским хорошим современным оборудованием. И в шаговой доступности и в этом микрорайоне в 2017 году будем оказывать медицинскую помощь. Поступали звонки и из других регионов. Их жители волновали экологические проблемы и вопросы реализации чувашских продуктов. Телезрительница Ольга из Нижегородской области рассказала, что уже приезжала в Чебоксары. Впечатлениями поделилась в прямом эфире. В 2015 году я была у вас в августе и делала операцию. Меня меняли имплантант на коленном сушкаре. Вы знаете, я думала, что я попала в Америку. Может быть, глупые сравнения. Во-первых, культура. Внимание врачей. Нет пистер. Но за полчаса прямого эфира ответить на все поступившие в редакцию вопросы не удалось. Михаил Игнатьев пообещал взять все на контроль. Электронные письма и СМС-сообщения от зрителей тоже не останутся без внимания. Митрий Ковалев, Республика. Платить за услуги ЖКХ меньше возможно. Никакого мошенничества. Только новые технологии и инициативы жильцов. Подробнее в репортаже с улицы Завраженная в Чебоксарах. СМС-сообщения от зрителей. Мы горячую воду не ощущали. У нас была теплая вода. Чтобы из крана с горячей водой текла именно горячая, а деньги не уплывали в трубу, Георгий Алексеевич постарался сам. Он всю жизнь работал инженером и когда встал в вопрос о капитальном ремонте системы горячего водоснабжения, провел расчеты и стал убеждать соседей. Нужно ставить инновационный пластичный теплообменник. С ним согласились не сразу. Не будет это работать. Это все сказки, то, что ты рассказываешь. Значит, не будет работать. Мы уже это эксплуатировали в водоканале, знаем. Но, однако, отлично работает. Суть такова. В доме так называемая закрытая система водоснабжения. То есть холодная вода идет в теплообменник, пластины которого нагревает вода из системы отопления дома. После нагрева вода идет в квартиры. Для сравнения, вот старый теплообменник. Несмотря на размеры, со своей функцией он справлялся плохо. Человеку нужна горячая вода. Остывшая вода все идет, идет. До появления горячей воды уходит очень много. То есть получается, как бы расход горячей воды большой, а человек фактически не пользуется этой водой. Это все деньги, потому что вся эта вода проходит через счетчик. Эффект новшества, использованного во время ремонта, жильцы оценили быстро. В январе месяце, значит, у меня по горячей воде сразу снизилось это. А объем воды снизился, естественно, платеж. У меня, значит, обычно 6 кубометров горячей воды уходило в месяц. Все удивлялись, что это очень много. А теперь буквально в последний месяц я заплатил за 3 кубометра воды. Если переводить в деньги, то в данном случае экономия 600 рублей. Затраты всего по этому дому на проведение ремонта составили порядка 725 тысяч рублей. Проведение ремонта, значит, не потребовало дополнительных сборов от жильцов. То есть все платежи были в установленном порядке. 5,80 было у нас по 2016 году. В 2017 году 6,08. Значит, тариф на капремонт. Такой Георгий Алексеевич есть не в каждом доме. Однако представители фонда капитального ремонта говорят, они всегда за энергосберегающие технологии. Помогут и подскажут. Было бы желание жильцов. Делегация Чувашской Республики вернулась с 16-го съезда партии «Единая Россия». Кроме выборов нового руководства, единороссы наметили пути развития, обсудили прошедшую избирательную кампанию. О том, как прошел съезд и какое впечатление оставило его участников в репортаже Татьяны Молоковой и Андрея Шоклева. Более 700 приглашенных и делегатов, более 2000 журналистов, всего более 3000 человек участвуют в работе 16-го съезда партии «Единая Россия». Но, конечно же, основная жизнь кипит здесь, на втором этаже 75-го павильона ВДНХ, где расположен пресс-центр. Именно здесь работают журналисты со всей России, от Калининграда до Сахалина. Именно отсюда улетают во все уголки нашей страны новости о работе съезда. Абсолютное большинство голосов, которые набрали партийцы, главный успех минувшего года – так приветствовал делегатов председатель партии Дмитрий Медведев. Доверие избирателей – результат работы в предшествующие пять лет, в частности, реализация многочисленных партийных проектов. Только в Чувашии за короткий срок было построено 50 детских садов, отремонтировано более 100 спортзалов в сельских школах. Обязательной для исполнения стала и предвыборная программа партии. В ее основу легли наказы, которые собирали весь прошлый год. Экономика роста и благосостояния, здоровое будущее, социальная и аграрная политика, умная сила и культурное лидерство – именно эти направления обсудили на площадках съезда. Семь площадок дискуссионных. Все злободневные темы жизни наших россиян будут обсуждаться на этих площадках. Люди будут делиться нашей коллеге своим опытом. Есть, конечно, большая возможность пообщаться с другими регионами, с другими городами, потому что опыт – это очень важная возможность продвигать свои программы вперед. На площадках работали не только депутаты Госдумы, сенаторы и делегаты съезда, но и министры федерального правительства. Министр образования Ольга Васильева напомнила, что в стране строятся новые школы, появляются новые современные учебные места, реализуются меры по модернизации образования. Но при этом есть и недостатки. По-прежнему дети учатся в три смены. Нет современных учебников, многие школы в аварийном состоянии. Поэтому сейчас в стране заработал проект по софинансированию строительства школ в регионах страны. Мы посвятили несколько партийных проектов именно образованию. Это в том числе и курируемый мной партийный проект. Есть приоритеты, которые мы должны продвигать. Они закреплены у нас сейчас в предвыборной программе партии, которая должна реализовываться, потому что да, выборы закончились, но жизнь продолжается. По итогам работы на семи дискуссионных площадках сформулируют тезисы, из которых будет формироваться новая программа. Ее направят в правительство страны для дальнейшей работы. На съезде было отмечено, что сейчас надо работать над новыми партийными проектами. Городская среда, парки малых городов, местный дом культуры, а также театры малых городов. Политическая партия «Единой России» является главным, мощным политическим ресурсом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Съезд был отчетно выборным. На нем делегаты избрали руководство партии и членов Высшего и Генерального Советов «Единой России». В состав последнего вошли и представители Чувашии. В частности, Алена Оршинова переизбрана, а Николай Милин впервые стал членом Генерального Совета партии. Мы не стоим на месте строить совершенно по-новому. Если мы говорили на уровне регионального отделения, что 30% сегодня должны представлять из членов этой первичной организации, то сегодня на съезде принято решение, чтобы Генеральный Совет 30% формировался из состава руководителей первичной организации. На съезде также признали, что процедура предварительного голосования стала эффективным инструментом привлечения в партию новых активных сторонников. И поддержали предложение Дмитриева Медведева сделать эту процедуру. Ежегодный. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Привет, спасибо. В кружках и секциях при общеобразовательных учреждениях должны заниматься не менее половины учащихся. Такую задачу поставили перед руководством школ столичной власти. Как она выполняется, выясняли представители городской администрации и депутатского корпуса. В детской музыкальной школе имени Ходяшевых звуки музыки слышны из-за каждой двери. Желающих заниматься более чем достаточно даже вечером. В ближайшей перспективе запланировано расширение площадей. Юные музыканты и преподаватели с нетерпением ждут открытия хорового и оркестрового классов. Все подряд у руки идут. А у нас должны быть и перерывы, и технические какие-то перерывы и прочее. Вот то, что мы получим в здании, мы все это сумеем воплотить в жизнь. Это просто наше счастье. С музыкальными школами, так же, как и со школами искусств, все более-менее понятно. Как правило, сюда дети приходят после занятий в общеобразовательной школе. Кстати, там тоже должны работать кружки и секции. Такую задачу ставит перед педагогами администрация города Чебоксара. В 29-й школе вечером соревнуются волейбольные команды. С большим удовольствием в волейбол играют даже родители. Школа неоднократно завоевывала призовые места в региональном и заключительном этапах. Всероссийская олимпиада школьников по физкультуре. Работают творческие кружки и огромное внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В школе есть поисковый отряд, регулярно принимающий участие в вахтах памяти. Штаб поискового движения школьников города Чебоксара сейчас устраиваем. И хотим уже, вот музей тут тесный становится для нас уже, хотим уже там помещение, побольше помещения, и музей, побольше музея хотим открыть там. В 39-й школе открыты пять спортивных секций. По словам директора, в них занимаются 105 детей. Во время проверки в музыкальной студии шли индивидуальные занятия со школьницей. Приработала секция по баскетболу. В ней занималось человек 15, но такой охват недостаточен, отметили проверяющие. Чтобы это было сообщество родителей, учителей, от слова не только учить, но и воспитывать, школы должны быть наполнены энергетикой. Сегодня со стороны муниципалитета создаются все условия по вовлечению детей в мир дополнительного образования. Сегодня есть договора между школами и спортивными школами. Сегодня предоставляются места в фоках для занятий. Опыт и педагогический, и родительский показывает, чем больше у ребенка незанятого свободного времени, тем больше риск оказаться на неправильном жизненном пути. Задача взрослых – помочь детям увериться в собственных возможностях и найти применение своим талантам. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. Сотрудники полиции совместно с представителями Республиканского Роспотребнадзора продолжают рейды по выявлению продажи спиртосодержащих жидкостей, реализация которых запрещена главным санитарным врачом России. Сюжет об одном из таких рейдов подготовили наши коллеги из пресс-службы МВД Почувашии. С 26 декабря 2016 года на территории Российской Федерации введено ограничение на продажу спиртосодержащей продукции. Несмотря на ограничения, действующие на территории всей страны, ряд чувашских предпринимателей в погоне за прибылью продолжают реализацию ограниченной в продаже продукции. В ходе очередного рейда, проведенного в начале января на одном из столичных рынков, была выявлена реализация лосьона для лица, которая в данный момент времени запрещена. Но, тем не менее, ограничения же существуют. Да, знала. Не убрала просто. Потому что некогда было. Предприниматели утверждают, что их продукция качественная и никакой опасности в себе не несет. Однако, она должна применяться исключительно по назначению. Во всех лосьонах содержится нечистый этиловый спирт. Он имеет обязательно какие-то примеси. А эти примеси могут быть самые-самые разнообразные. Я уже не говорю о метиловом спирте, который очень часто в технических жидкостях бывает. Понятно, что там даже интенсивные реанимационные мероприятия, начатые своевременно, могут закончиться летально. Чтобы избежать случаев массового отравления, сотрудники полиции проводили соответствующую работу. В результате которой выявили 167 фактов нарушений требований законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. В моменты выхода данного постановления, нами по обращению граждан были выявлены и изъято более 680 литров данной спиртосодержащей продукции. Ряд предпринимателей прекратил реализацию. Кто-то продолжает, в том числе и из домашних хозяйств, кто-то с разъездами на своих автомобилях. Такие факты мы выявляем, фиксируем данную продукцию и изымаем. Обращаясь к жителям Чувакова, проводили соответствующую работу, в результате которой выявили 167 фактов нарушений требований законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. В моменты выхода данного постановления, нами по обращениям граждан были выявлены и изъято более 680 литров данной спиртосодержащей продукции. Ряд предпринимателей прекратил реализацию, но кто-то продолжает, в том числе и из домашних, кто-то на своих автомобилях. Такие факты мы в данной продукции изымаем. Обращаясь к жителям Чувакова, выявляем, фиксируем, проводили соответствующую работу, более 25%. Из нашего окна дорога ровно видна. Столичная администрация утвердила перечень объектов, которые в этом году включены в программу «Безопасные и качественные дороги». Ремонт сделают по 26 адресам. Список составлен с учетом пожеланий горожан. Новый асфальт, пешеходные ограждения, светодиодные знаки, расширенные перекрестки. На реализацию программы выделено более 750 миллионов рублей. Половина из федерального бюджета. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте столичной администрации. Проект реализуют в два этапа. Первый завершится в 2018, второй в 2025 году. С 1 января текущего года вступил в силу федеральный закон об отмене универсальной электронной карты как обязательного инструмента предоставления государственных и муниципальных услуг. Мининформ политики Чувашии совместно с уполномоченными ведомствами объяснили, как будут использоваться уже выпущенные универсальные электронные карты. Закон внедрения универсальной электронной карты был принят в 2010 году. В России ее начали выдавать с 1 января 2013. В Чувашии картой пользуются более 17 тысяч человек. В 2016 году с помощью УЕК, универсальной электронной карты, было совершено 228 700 поездок в республике за 2016 год. В том числе из них троллейбус гор Чебоксара 211 тысяч, то есть 92 процента этот проезд на троллейбусе в Чебоксарах. Пассажирский транспорт Чуваш-Автуранс 11 800 человек, 5 процентов. Троллейбус у Новочебоксарска около 3 тысяч, полтора процента где-то. И маршрутные такси гор Чебоксара и Новочебоксарск около 3 тысяч, тоже где-то полтора процента. Выпуск УЕК с 1 января текущего года прекращен, но участники брифинга уверили, все, у кого эти карты есть, могут продолжать ими пользоваться до окончания срока действия. По-прежнему УЕК принимаются во всей инфраструктуре банков участников системы. С ее помощью можно оплачивать проезд в общественном транспорте. УЕК также заменяет пенсионные свидетельства. С ней можно прийти на прием в любое медицинское учреждение. Карта, выпущенная сроком на 5 лет, действует до истечения срока действия карты. На всех уеках нанесен номер страхового полюса. И по этому номеру страхового полюса, вот здесь нанесен номер страхового полюса, и предъявляя его в лечебное учреждение, любое лечебное учреждение вас обязано принять. Те, у кого нет оригинала страхового медицинского полюса, могут получить его в страховой компании, независимо от наличия универсальной электронной карты. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Еще со времен Гиппократа известно, что животные хорошо влияют на эмоциональное состояние человека. К примеру, ученые уверяют, собаки помогают развитию коммуникативных навыков и повышают самооценку людей. В Чувашии эти знания взяли на вооружение. В одном из санаториев Маргаушского района начали лечить детей с помощью специально обученных собак. Знакомьтесь, Хэппи, Виктория и Эрика. Новые терапевты санатория «Лесная сказка». Уже полгода они помогают маленьким пациентам, справятся со страхом, отчаянием, одиночеством, заряжают положительной энергией и лечат. Максим Глалобов в прошлом году пошел в первый класс. Учителя жалуются, во время уроков мальчик не может усидеть на месте. Часто в дневнике появляются двойки за поведение. Справиться с гиперактивностью Максиму помогает массаж, плавание и общение с Хэппи. В первое время мальчик сторонился собаку. Страх и печальный опыт общения со злой овчаркой в прошлом не давали ему подойти к четвероногому врачу. Овчарка была большая, а эти маленькие, почти как щеночки. Поэтому я их не боюсь пока. Они мягкие, не лают, не кусаются. После нескольких сеансов канистерапии, а именно так называется лечение с помощью собак, Максим стал более собранным и внимательным. Этот метод помогает, во-первых, ребенку идти на контакт со взрослым, друг с другом. И также собака, она является таким мощным, мотивирующим импульсом для того, чтобы ребенок что-то начал делать. Останавливаться на достигнутом врачи санатория не намерены. Такую форму терапии планируют развивать. Лекари с мокрым носом и горячим сердцем будут принимать маленьких пациентов в течение всего года. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. Учение «Свет». В минувшие выходные сотрудники национального телевидения «Чуваши» побывали на мастер-классе, который провели и московские коллеги из телеканала «Россия-24». Учиться никогда не поздно, сказал римский учитель красноречия Марк Квинтелиан. Это доказывали журналисты, операторы и режиссеры национального телевидения «Чуваши». Выходной день прошел плодотворно. Какой должна быть телевизионная история? Как должны взаимодействовать оператор с корреспондентом и оба с режиссером? Все это и многое другое затронули на мастер-классе. Его провели корреспондент круглосуточного информационного телеканала «Россия-24» Александр Лукьянов и оператор-постановщик канала «Россия-24» Алексей Соколов. Нам хочется с Сашей услышать от вас то, что вы хотите услышать от нас. Можно разобрать? Ожидать. Да, чтобы мы на чем-то больше акцент сделали, на чем-то, может быть, меньше, чтобы, может, пробежали так пунктивно. Одним из заданий было сделать качественный лайф-ту-тейп. Это особый вид сюжета, построенного на умении журналиста оперативно реагировать на происходящее. На все про все придумать, написать, снять нам дали ровно один час. С заданием справились все. Вы видите, насколько вы крутые. Да, согласитесь? Конечно, конечно. В течение часа вы подготовили очень классные материалы. Больше десяти, да? Да. И выходя из помещения, это было сложное задание. Целый день прошел, как один час. Чему научились сотрудники телеканала, вы можете увидеть в эфире. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов, Республика. Я. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Впереди еще блок полезной информации. Я с вами на этом прощаюсь. До свидания. Сегодня мы находимся в гостях у наших заказчиков. Здесь мы работали очень много. Эта квартира почти полностью обставлена нашей мебелью. Мне нравится классика, современная классика, и я давно об этом мечтала. Видите, здесь у нас небольшой отступ до стены, и поэтому я предложила здесь сделать решетку. Прихожая у нас получилась одна из последних работ. То есть уже практически мы заканчиваем вам строительство. Я хочу сказать, что знакомство с этим стилем началось с кухни. Мы находимся на нашей кухне, на нашей любимой кухне. Здесь мы проводим большую часть времени, ну, как большинство людей, я думаю. Нам очень нравится, как и вся мебель Ирины Демиры. Шкаф-купе – это тоже своего рода классика, нестареющая. Очень удобно, зеркало во всю стену, можно сказать, даже не во весь рост. Шкаф, и мы перелесовывали с Ириной раза четыре наполнения. В шкафе-купе главное что? Главное наполнение. Главное полки, все эти фурнитура, расположение полок, штанги. Не жалею, все здорово, все супер. И дальше буду обращаться к Ирине. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова